Всем привет! Сегодня мы идем в гости к Виктории. Она получила служебное жилье в Висагиносе и хотела бы показать свою квартиру и рассказать о своем опыте, как можно тоже получить социальное служебное жилье в Литве. Квартира находится по адресу фестиваля 15. Вот так вот выглядит этот дом после реновации. Вот так вот он выглядел до реновации. Так что идем смотреть. Из минусов, я тут вообще вижу в этой квартире только один минус, это вид из окна. То, что тут видишь здание с выбитыми окнами. Типа некрасиво, да? И вон там еще заброшенное здание. Это единственный для меня минус. Но я узнавал, это здание частное. Вот это. Можно узнать. И ждать, что там, что-то с ним сделать в управлении когда-нибудь как бы, наверное, нет. Все, идем смотреть квартирку. Это у нас полуторка будет. Свет выключается. О, автоматом. Здесь по мне какой-то уменьшенный коридор, но здесь и поменен туалет с ванной. Вот. Здесь сделана ванна. Ну, можно заметить, что она довольно-таки в хорошем состоянии. Вот плитка, ну, типа ремонт сделан. Потому что сейчас такие квартиры продают страшные. Если в Геннессе что, в советском все в состоянии. И туалет очень большой. Такой обычно туалет в кирпичных домах, вот в ставках, знаешь, в этих сделанных. По-моему, не была в таких. Не была? Да. Вот у них как раз-таки вот продолговатый вот этот вот идет. Но он чуть-чуть, может, уже. Несколько сантиметров. Тут вообще туалет здоровый. Как бы, да, я как бы, у меня... Сейчас я уже привыкла, но первое время мне казалось, что было огромное. А ты представляешь, вот если объединить вообще это все, то есть тут, по сути, стена, она тоже пространство занимает. Я рассказывала, что делали так, что соединяли туалет с ванной. И здесь образовывалась как бы вот эта пространство, и можно было сделать в шкаф встроенный. Ну, то есть туалет поворачивали на 90 градусов, он там... Да, да, да. А здесь, получается, что встроенный шкаф. Можно так сделать. Вот здесь вот кухня должна... Ну, так она и есть, но обычно... Вот интересно людям просто, кто наверняка много, кто в полуторках живет, что здесь просто сделана дверь такая, и вот по бокам такие вот... То есть здесь, кто до этого жил, они вынесли стену. Стену с входом. Стены вообще, то есть тут нет. Ну, тут зашито. Так, просто DSP. И вот здесь вот тоже, просто DSP. И прикольно, вот этот вентиляционный короб. В нем вот сделана такая, ну, незаметно даже с виду. Типа ЖИК. Ставка там для продуктов можно... Как это называется сейчас? Пространство больше за счет таких вот решений. Вот радиаторы новые, которые поставлены. Я по ощущениям скажу, что тут тепло. Тут тепло, да? Правда тепло. Я сейчас еще открыла окно, потому что мне было даже жарко. Здесь солнечная сторона, и когда солнечный день, то есть с утра до вечера практически солнце светит на эту сторону. То есть она начинается в той комнате, и вот так вот идет, идет, идет до самого вечера. Поэтому сейчас просто это... только там занавески повесила. Со временем здесь надо будет либо лето, либо железе, потому что будет жарко. О, это вообще... спальня здоровая вообще. Ну, обычно спальню делают в комнате поменьше. Но я решила, что... Что? Что я хочу спальню побольше. И здесь же будет всего всякая мебель для хранения. А здесь так и было, или тут обои тоже, да? Клеили они? Да, я везде меняла. Тут были обои такие зеленого цвета. А это обои по покраске у меня. Тут другие. Да, сейчас так симпатичные, какие-то... Ну, тут не было страшного. Просто был старый ремонт. Ну, окно большое, тоже света много, в принципе. Ну, вид как бы, не знаю, не самый страшный. Вон, солнышко светит красиво. Когда я просыпаюсь утром, я вижу не на здании, а вот эти деревья. То есть, ну, голова здесь. Здесь лесок. Ну, и вон видно, зеленые, сосны. Тоже красиво. А на самом деле, вообще этот район довольно красиво, если погулять, не считая вот этих заброшенных зданий. То всё вокруг лес. Собачка, он спит рядом. Ну, вообще, вот... За 15 евро, да? 15-40 в месяц. За 15-40, пожалуйста. Вот такие вот квартиры. Ну, планировка полуторка, вот называется. Я думаю, тут понятно, как это выглядит. В две стороны комнаты. Распашонка, по-моему, ещё называют, да? Да. Бывает, у моего броверного брата, он снимает такую же квартиру. Ну, просто снимает кого-то. А в этой комнате ещё есть балкон полноценный. Да. Просто именно в моей планировке нет. Угу. Угу. И... Тут 37 квадратов. 37,7. У меня в договоре написано. Угу. Вот сверху есть ниша. Ну, вот такая вот история, так что. Угу. Я думаю, интересное видео было. Видит, какие квартиры. Висогина есть и... А как же эти соседи, ты говорила? Нормально здесь вообще? Ну, вот само место, вот это... Ты вначале говоришь, что страшно было, испугалась, а сейчас... Сам район. Вот фестиваля боятся же. Может, помнишь, со времён нашего детства здесь был не очень спокойный район? Ну, то есть... Ну, так много таких районов было. Мы говорили, что вот парни, там, ребят могли найти поддозы и на улице лежали. В овраге там в этом. Или вообще мёртвыми. За это время много чего изменилось, потому что, как мне рассказывали, что съехали люди, которые занимались вот этим всем, отсюда уехали просто уже из города. И стало намного спокойнее здесь. Ну, вон, ты же сам видел, велосипеды спокойно оставляют на улице, никто их не трогает. То есть... Дети гуляют вообще тут. Да. Был такой момент, что, когда мне поставили туалет, я затопила немножко соседа. Просто оказалось, что счётчики, они из-за того, что очень долго стояли сухие, там пересохла вот эта вот прокладка, и они начали капать. Ну, то есть, у меня лужи не было, а он пришёл, сказал, говорит, у меня капает. Ну, он совершенно спокойно, адекватно, то есть, он сказал, говорит, ну, ничего страшного, говорит, просто, ну, неприятно, говорит, что капает как-то сверху. То есть, ну, вообще никакого конфликта не было. Вот. Потому что, ну, я не знала, какие-то соседей, ещё что ожидать. Потом оказалось, что одна моя коллега здесь живёт. У неё социальная квартира, у неё многодетная семья. Ну, вот, она вот подъезд на третьем этаже даже со мной живёт. И ещё сейчас познакомилась. Только бы я узнала, мужчина, с которым он когда-то раньше работал, он тоже здесь живёт, на пятом этаже сантехник. Он ещё и сантехник этого дома там был в Устасе. У нас совершенно нормально, спокойно. Ну, видишь, как Исагин перерождается. Да. Страшные районы уже не такие страшные. Тут, наверное, даже весело то, что в этом доме очень много детей живёт. Ну, это же как-то, ну, какая-то жизнь чувствуется. Ну, да, да, да. Ты сам видела, там площадка постоянно полная возле этого дома. Они там постоянно здороваются. Даже когда мы ещё делали ремонт, один мальчик нам сам предложил, помог мешок поднять, 5-килограммовый, там, с этой, с рэкпантов. Я видел этот. Ну, они всё время здороваются, всё время кросят собаку погладить. Я вот тоже был, когда здесь одна женщина с велосипедом заходила, побежала девочка со всех ног, чтобы открыть двери этой. Да, да. Здесь, на самом деле, очень приятная. Приятные соседи, приятная такая обстановка. Так что вот кажется, да, вот из окна вот такой страх. Но это надо отдельный вопрос посвятить теме вот перерождения. Вот такого вот, как раньше, знаешь, Висагиновский наркоманский город типа считался. И до сих пор, может, некоторых где-то осталось это. И люди не понимают, почему сейчас он уже не такой. Видишь, ещё была такая нехорошая репутация, насколько мне известно, что были очень дешёвые квартиры и приезжали сюда жить люди после тюрьмы. Особенно по парку вот там, которые получали амнистию. Ну и, как правило, эти люди, вместо не столько далёких, они с низкой социальной ответственностью считалось там. Ну, сейчас он самый дешёвый. Вот. Ну, сейчас уже да. Но как бы это было давно ещё, когда мы с тобой в школу ходили. И поэтому и туда на парк там вечером тоже меня не пускали. Сейчас как раз таки весь этот контингент, он уходит куда-то, где ещё дешевле, где ещё хуже, потому что тут цены повышаются. Или просто уже от времени умирают. Да, и кто-то умирает там, и от старости умирают, и от там выпивки, от той же самой. Ещё есть такие, но вот опять же люди рассказывают, что таких людей всё меньше и меньше. Игрушки ищут. Да, но если он её найдёт, он будет пищать. Микки здесь нравятся тоже. Так что, ребята. Говорю, тут всего два минуса. Сейчас вспомнила ещё один. То, что дверь очень, ты видел, номинальная, тонкая. И, во-первых, ну если там... Сейчас я уже привыкла к новым звукам, когда там шумят слышно. Но, когда я ещё только ремонт делала, я заметила, когда закрыла дверь, и солнце светило в окно на кухне, что там такая щель. Ну и сейчас и может быть просто из этого холодно, когда там бусин дверь был открыт, в подъезд. Вот это такие все мелочи, как бы уже, знаешь, дверь там поменять это не проблема. Ну да. Да, со временем. Вот. А так вообще, ну таких больше минусов тут не вижу. Ну смотри, будешь жить, потом придём там через год. Расскажи. Уже тут, знаешь, там всё полностью, там, не знаю, в золоте всё. Ну в золоте всё. Ну не в золоте. Ну я знаю примерно, что... Всё равно ж будет что-то, да, постепенно там. Нет, мне осталось вот придутся сделать и купить мебель, потому что мебели не хватает. Вот этот стол мне друзья, кстати, подарили, они сам, сам, муж моей подруги сам сказал. Спасибо друзьям. Да. И за люстру, да? Спасибо. Да, Василия подарили мне. Для тех, кто хочет получить квартиру бесплатно? Ну не совсем, не так. По крайней мере в нашем управлении, я не буду просто говорить про другие, но я думаю, что там тоже похожая система есть. Можно получить в аренду, снять с самоуправления квартиру. У нашего сам управления есть квартиры по городу, они ему достались ещё тогда, когда там станция... Раньше они принадлежали своей станции, жилые эти квартиры, потом они все были переданы нашему сам управлению. То есть там жили какие-то люди, это всё арендовали как бы у станции, теперь они арендуют сам управление, может кто-то уже выкупил. И я ещё помню, не знаю, может ты помнишь, ещё давно это было, что иногда сам управление даже скупало квартиру. Да. Такие сейчас люди, которые иногда вот тоже мне звонят, говорят, вот я хочу квартиру продать, может само управление у меня купит? Ну да, оно и может, оно и может скупать, но оно покупает на очень маленькие цены. Я знаю, что там конкурс какой-то объявляется, если им нужно, там определенные условия, там потом все, кто хочет. Так вот, есть социальная, есть служебная, я получила служебную квартиру, потому что я работаю сейчас в госучреждении в детском садике. И ну как бы... А ты сама обращалась или тебе... Да, ты должен полностью, ну то есть не так не будет, тебе никто ничего не предложит. Мне просто знакомый, ну у меня был, стал как бы боком квартирный вопрос. Я думала писать на социальный, так как у меня, ну зарплата небольшая, я не работаю полную ставку. И, скажем так, надо было что-то думать с жильем, потому что я снимала, но я знала, что это будет временно, как бы, потому что квартиру собирались продавать. А сейчас снимать очень дорого у нас это выходит, ну то есть не по карману даже снимать, не то что там покупать. Ну и выборы-то не особо есть, не сиги, не сиги. Да, а я как бы, ну... Одна там... В основном предлагали двухкомнатные, ну куда мне тут двухкомнатные, потому что и коммунальные довольно дорогие. Вот, так... Ну и мне подруга говорит, так попробуй служебную написать, которая сама в своем управлении работает. Я... Ну и дальше я просто нашла этот номер отдела. Их... Сейчас они работают на удаленке, поэтому я писала по электронной почте. Написала работнику ответственную за вот это, собственно, что я хочу получить квартиру, служебную вернее, написать пращенную заявление. Что для этого надо? Она сказала всего два. Надо самого заявления, что я хочу получить квартиру на основе... Как она называлась? Если по-русски... Погалдарбосантикиус, то есть на... На служебных... Основаниях. Основаниях, так скажем так, да. И... Желаемую... Размер, как бы, можно указать. Потому что, если ты получаешь социальную квартиру, там есть строгое ограничение. То есть там какое количество людей, сколько должно быть комнат. Ну и на... Допустим, если у тебя ребенок там до 12 лет, и ты один родитель, там вам, скорее всего, дадут одну комнатную. Или там по площади считается. Если же служебная, ты можешь там писать, хоть я хочу учить двух комнат, но тебе там... Могут ее предоставить, если такая есть, конечно. Ну вот. Я писала, что мне надо не больше двух комнат. Понятно, что я одна и не будет ему там больше. И справку с работы, что ты работаешь вот в этом учреждении. Ну просто в свободной форме, то есть. Я сама, так как я секретаря, сама ее написала, дала директору, она подписала. И все это отправила, сканировала по почте. Вот. И ждала, сидела. Потому что это право получить служебную квартиру должен утвердить совет. Сидела и ждала совета. Потом получила это утверждение. Долго совет. Тут уже видишь, ждешь ближайший совет просто. Правильно ясно. То есть не так, что там... Как ты попадешь, да? Да, как ты попадешь. Само решение вот это, оно пришло быстро. Это еще было до Нового года. Мы стали показывать квартиры. Вернее, она даже не так. Она сначала мне сказала адрес. Вот есть квартира по Тайкос-88, допустим. Я сказала, я сразу не пойду. Ну она такая, ну я понимаю. Потом говорит, ну у нас есть квартира по парка. Парка-1, то есть. Но там, говорит, предыдущий жилец, он умер там. Ну, говорит, я, наверное, вам не буду такую предлагать. Ну, говорит, и там, скорее всего, они... У них есть заложено на будущий год, что они ее будут ремонтировать. Ну, то есть она, значит, убитая эта квартира. Ага. Вот. И, скорее всего, они ее отремонтируют полностью и потом сдадут. То есть это... А ремонтируют уже такие квартиры, которые, сам понимаешь, они уже, ну, невозможные просто. То есть их надо прямо вложиться в них, чтобы жить. Как бы вкладываться в не свою квартиру тоже не очень хочется сильно. Потом мне предложили на ветерана 22 и вот эту, вот эти две. То есть я сначала, ну, услышала фестиваль, думаю, нет, на фестиваль не пойду как-то и далеко. И как-то время, знаешь, не очень считается благополучной. По крайней мере, еще с моего детства было так, что здесь нельзя было как-нибудь так спокойно гулять. Вот. Пошла на этот ОКОС 22 посмотреть. Там была однокомнатная квартира. Сразу скажу, ну, похуже она была, чем вот эта. Но это я еще тогда не видела. Что там? Там были полы постелены в большой комнате. Ну, то есть именно в комнате. Но в целом она была такая. Тоже деревянные окна с убитыми стеклами. Никакой сантехники. Вся сантехника, она была старая, ее надо было явно менять там. Скажем, отваливающаяся плитка, обои отклеивающие, ну, такое. Вот. Ну, говорю, это такое. Это не значит, что она плохая. Просто, может, для кого-то она была бы хорошая. Но мне знакомый, который работает пожарником, сам посоветовал. Говорит, в этом доме, то постоянно, говорит, вызывает полицию, пожарников. Ну, там просто, говорит, такое будет соседство нехорошее. Это какой дом? Ветеран 22, это ДГТ. А какой там этаж был? Я знаю. Третий, по-моему, третий. Ну, я знаю. Если не ошибаюсь. Вот. Хотя, на мой взгляд, я когда там именно была внутри, в подъезде. Подъезд был чистый. Запахов, как бы, никаких не было. Место нормальное. Место, да, оно хорошее. Там соседние двери, они выглядят прилично. Все двери были новые. Может быть, просто на высших этажах, на других этажах. По-другому. Я не знаю. Там дом, на самом деле, большой. Там очень много людей. Вот. Но там еще брат мой по соседству живет. Прямо в соседнем доме, пятиэтажке. Он говорит, что там постоянно громкая музыка играет. Постоянно орут. То есть, ну. Да, я видел там с балкона в час. И вот. И так вышло, что вот в тот же день я пошла на работу вторую. У меня просто еще подработка есть небольшая. И мне там говорят, типа, тоже в госучреждении в эдокационном центре. Говорит, иди посмотри на фестиваль. Там, говорит, много наших работников живет. Ну. Мы пришли. Я пошла с подругой сюда. И я, во-первых, удивилась и не знаю, что дом реновированный. То, что он, ну. А, ты думала, типа, убитый, да? Я вообще думала, может, ДКТшка опять какая-то. Потому что до этого предлагали только вот такого типа дома. А тут где ДКТшка? Ну, через дорогу, по идее, же там у нас есть. Где возле рынка? Ну, я, честно говоря, не ориентировалась сильно. Я себе представляла, что что-то такое же будет. Ну, какие-то были общежития там? Да. Ну, как-то сделано, но не ДКТшка. Мы пришли. Я могу фотки показать, если интересно. Как было? Как было. Ну, потом скинешься. Ну, было неплохо. Было, что, ну, вот что сейчас именно я переделала. Я налимала людей, чтобы мне выровняли стены и обои под покраску сделали, покрасили. Выровняли потолки, потому что штукатурка уже осыпалась. Там просто, тут был ремонт, он старый был. Обои отходили от стен. Местами даже были оборваны, там, знаешь. Ну, естественно, лампочек не было, просто провода торчали. То есть, тот, кто жил здесь до этого, он все просто, все, что можно было унести, он все унес. Был такой вот этот старый шкаф разваливающийся тоже. И, видать, его решили не увозить. Ну, просто все, что можно было. Даже не было раковины на кухне. Просто вот стены и трубы торчат из них. Вот. И сама подруга мне говорит, может, ты еще подождешь, может, получше вариант подвернется. Но сколько его ждать было, непонятно. То есть, оно могло и через месяц или через неделю появиться, а могло и через полгода, через год что-то получше, если ждать. Потому что там как? То есть, кто-то съезжает и освобождается. Освобождается. Да. А я, ну, может быть, побольше площади было бы что-то. Ну, так, не знаю, трех комнат, четырех. Ну, как бы, зачем мне одна такая? И я что-то подумала. Ну, я думаю, что, наверное, я ее возьму. Потому что здесь, именно в плане, что ремонта не надо было много вкладываться. Понятно, что у меня денег особо нету. То есть, если что-то в другом месте брать боли убитые, это было бы, ну, надо было бы больше вкладываться. А тут уже окна есть. Как бы, дом утепленный такой. Предполагаю то, что коммунальные будут небольшие. Я еще не так долго живу, чтобы, ну, увидеть. Я сегодня получила первую запись. А, так ты вообще только... Только вот я во вторую неделю живу. А-а-а. И тут быстрый ремонт все это сделают? За неделю мне сделали ремонт. Да я же не делала капитальный ремонт. А кто кого-то так нанимал? Ну, немало даже там знакомых женщин. Она с подружкой работала. Я, понимаешь, неделю жила сначала у бабушки. Не делали ремонт. Ну, вернее, сначала даже жила на съемной квартире. Потом жила у бабушки, чтобы не платить уже за две квартиры. Ну, ну, ты сам понимаешь, дорого. И вот сейчас я только вторую неделю как сюда переехала. И... Шуфтру, слушай. Это... Да, они за неделю все сделали. Ну, говорит, опять же... Ну, они все, стены выравнивали? Выравнивали стены. И обои клеили? И потолки. Красили все, стены и потолки тоже. Во всех кроме, кроме ванны, в туалет. Понятно. А пол? Пол он был такой. Это все было. То есть тут уже был ламинат, двери, вот видишь, поменены. Угу. Ванная полностью сделана была. А сантехнику кто делал? Ну, сантехники. Я нанималась сантехником, он делал. Ну, может они тоже? Нет. Нет. Они делали только отделку. Ясно. Электрику мне помог дядя, потому что он электрик. Вот, ну... В принципе, вот эти все розетки, они родные. Он просто их снял, потом отделал. То есть это было все. Розетки, выключатели. Только лампочку повесил, люстры мне друзья подарили. Угу. Вот. Ну, в других комнатах ты видел. Там просто пока что лампочка висит. Еще нету люстра. Часть вещей, то что ты видишь, я купила вот по объявлениям. Диван вот этот. Ковер. Стулья эти поддержанные покупала. Часть... Вот холодильник тоже купила. В квартире, которую я снимала, я у них уже купила. Потому что она все равно продавалась. Новая купила себе вон такую стиральную машинку. Ну, понятно, куда будешь. Ну, так довольно быстро все организовала. Да. Так я буквально за две недели, считай, что это сделала. Ооо. Это вообще шикарно. Буквально за две недели. Ну, а сейчас на каких-то условиях, получается, тебе вот выдали квартиру, ты просто платишь за коммунальную, Нет, еще и за аренду. А сколько за аренду? 15-40 в месяц. Ну, есть некоторые условия. То есть, скажем, если бы это была социальная квартира, они платят меньше. Ну, у них другие условия. И я не могу задерживать оплату больше, чем на три месяца. А те, кто снимают на социальной, они... У них там более такие мягкие условия. Ну, это естественно нормально. И если я перестану работать в госучреждении, то я должна буду освободить квартиру. Ну, вот ты говорила, что ты можешь выкупить, да? Да, через пять лет беспрерывного аренды, ну, если договор не меняется, я, по идее, могу через пять лет, даже через какое-то время, если я мало получаю, допустим, там, чтобы получить социальную квартиру, надо иметь маленький доход, как бы, да? Я могу попросить, чтобы статус поменяли с служебной на социальную. Но это не прописано нигде в договоре, это просто мне рассказали об этом, как бы. А за какой по рыночной цене будешь покупать? Или какая-то квартира? Так вот я тебе рассказываю. Через пять лет я имею право выкупить эту квартиру. Обычно они сами предлагают, потому что самоуправление заинтересовано кому заработать деньги. И я знаю, что точно такой же планировки квартиру. Вот буквально, вот недавно, когда я вот переезжала, выкупили тоже, по-моему, это была социальная, но это не важно, за пять тысяч. То есть люди там прожили пять лет, они ее под себя сделали и выкупили за пять тысяч. Вообще бесплатно. Двухкомнатно, пятьдесят квадратных метров. Ну смотря где. Друзья моего брата за, я не знаю где, но там уже побольше площади, пятьдесят квадратных метров, они за семь или восемь тысяч выкупили. То есть ты понимаешь, что ты не такая убитая, а вот такая, в которой ты уже пожил и под себя уже сделали. Аккуратно. Да, ты уже знаешь даже, ну, где что, даже если что-то не так, то твоя квартира, ты знаешь где проблема. Вот. Условия договора такие, что я должна была, по условиям договора, я должна была заключить договор на поставку услуг с энергией, бустосом, ну так, как если бы это была моя квартира, за электричество, застраховать ее, естественно, и прописаться. То есть, ну все, как если бы это была моя квартира, Ну понятно, что это она не моя. Даже они зарегистрированы в регистры центра, как она принадлежит своему управлению, я являюсь арендатором. Арендатором, да. Ну с этим договором ты можешь, бустос тоже. Да, я просто с этим договором шла и мне там все оформлялись, ну, уже составлены. Вот. И за электричество вообще там мы все сделали по, с энергией мы сделали все по электронной почте. То есть я позвонила, там написала все. Потом пришла, просто забрала готовый договор. Интересно, вот это дома как бы реновировано, как отличаются здесь вот цены на отопление. Так вот это дело, что я еще не знаю, я только сегодня получила платеж. Но говорят, что в два раза. Месяц у нее было в целом за энергию не больше 30 евро. Она в двухкомнатной живет, ну то есть полноценной двухкомнатной. И у нее там семья из четырех или из пяти человек. В этом доме есть квартиры, не знаю каким образом, но шестикомнатные. Это в соседнем подъезде есть там. Но я же говорю, этот дом был переделанный. Там, если зайти, там на этаже не три двери, а две. То есть всего две квартиры на этаже. И там были коммунальные, и там туалет с ванной в комнате с окном. Ты говорила, что в этом доме вообще раньше больница была, да? Ну это мне вот рассказывала тетя, что она даже здесь лежала. То есть еще до того, как построили больницу, они сюда приехали прямо когда... Временный пункт, да. В 1974 году, когда города еще не было. Вот. Поэтому тут вот так все нестандартно. Интересно такое. Ну я не была как бы в всех больших квартирах, я не знаю какие изнутри. Там их выдают семьям многодетных. Многодетные. У нас там есть вот эти, ну, семья большая, у которых восемь детей. Там жили мои знакомые, у которых было четверо детей. То есть да, там многодетные были. Здесь, ну, есть еще и служебные. Не знаю, кто еще тут по служебным, правда. Если через пять лет ты выкупишь там ее за каких? Блин, я даже не знаю, даже за десять тысяч это нормально. Наверное, да. Через пять лет уже будут другие цены. Они просто смотрят как-то общую по Литве среднюю площадь. Я не знаю каким образом считается. Но выходит, что это намного там вдвое дешевле, чем если брать вот у кого-то. Учитывая, что дом с реновацией. Да. Какой бы она ни было, все равно там. Тебе не нужно будет за реновацию саму платить. Кстати, на удивление, ты может видел, в этом доме недавно продавалась трехкомнатная квартира и как-то очень недорого. В этом доме? Да, в этом доме. Она очень недолго висела от объявлений на Ауразус. Я иногда смотрю просто интересно, знаешь, посмотрю какие цены. По-моему за пятнадцать тысяч. И она была примерно в таком же состоянии, как моя. Трешка за пятнадцать? Да. Так это вообще дешево. Так ее вообще очень быстро выкопили. Там она буквально... Один раз я только взяла это объявление. Вот. Так, это очень недорого. Семнадцать. Ну что-то очень небольшая сумма. Ну вот. И она опять же уже в реновированном доме. Здесь, кстати, не только окна поменят. Тут и полностью еще отопление. Вот эти трубы, она вообще была... Радиаторы новые. Радиаторы новые, да. С регулятором. Но подъезд я смотрел, так ничего и не изменилось. Но только внешнее и отопление. Подъезд это уже как бы... Жители должны быть бустусом сами. Ну так очень. А здесь какое-то это... Общество или тут виски на бустус? Бустус. Бустус. Товарищи тут, я так поняла, нет. Да. Товарищи тут. Мне очень помогли, на самом деле, ну... Друзья и родственники вообще с этим. Только благодаря им я смогла это за две недели все так быстро сделать. И переехать. Ну ты сам понимаешь, как бы жить... Снимать квартиру и в то же время ремонтировать еще. Все равно же мне уже счет пошел как бы счетчик, когда я начала... Когда я заключила договор. Угу. Ну за все коммунальные там, да. Это было бы закладом. Я за две недели все это быстренько оформила и сделала. Почему я хотела показать это? То есть для меня это было открытием, что я могу вот так вот получить квартиру от государства. Снимать недорого. И... Ну на нормальных условиях и в принципе хорошую квартиру. Что может быть и кто-то другой, у кого нет возможности купить или снять дорогую квартиру, имеет право получить ее. Но он не знает этого, да. Просто надо идти в самоправление, интересоваться, какие у него есть права. Есть же много программ и для молодых семей еще. Может быть они могут... Могут купить квартиру в кредит. Компенсацию, да. Тогда им платят компенсацию. То же самое матери-одиночки у нас получают компенсацию 20% из государства. Сироты. Ну скажем, то есть уже рос человек, но он вырос без родителей. Он может взять квартиру в кредит, 20% государства ему сразу плачут. За этот кредит. Ну, может быть просто вы не знаете этого, но есть такие программы. Что государство заинтересовано давать жилье людям, так скажем. Так что ребята ищите. Стучите. Может у чего-то не знаете просто. Стучите. До свидания. Так скромно. Ладно, ребята, мы будем пить чай. Спасибо Вике за полезную информацию, за то, что так поделилась и показала все свое жилье и истории полезные, думаю, всем. Все, ребята, всем пока.